Здравствуйте, дорогие соседи! Новгородский фестиваль исторического фильма «Веча» дарит нам невероятные, может быть, даже исторические встречи. Сегодня у нас в гостях Александр Васильевич Панкратов-Черный, известный актер, режиссер, поэт, как выясняется. Добрый вечер, Александр Васильевич. Здравствуйте, здравствуйте. Первый вопрос, который я хотел бы задать, как вас встретил наш город? Город меня в этот раз встретил пасмурной погодой. Я очень удивился. И вечером, когда меня везли в гостиницу, меня немножко насторожило. Меньше стали улицы освещаться. Так показалось, да? Так показалось, да. Вот в Таганроге мы снимали, это по законам военного времени, там вообще темнота. От центра отъехал, улицы без освещения. И здесь, ну и погода очень мрачная такая получилась. А до этого я несколько раз приезжал в Великий Новгород со спектаклями. И в Питерскую играли антрепризу, с Ниночкой Усатовой приезжал. И с Наташей Егоровой, Светланой Томой, Андреем Харитоновым, заложники любви спектакля. И вот поэтому я... А публика как Новгородская отличается от каких-то других? Вот Великим его не зря называют. Не зря. Потому что величественных храмов у нас по городам не так много. А здесь храмы. Вот я всегда прихожу в церковь. Вот меня это поражает. Вот. И вообще чувствуется такой фундаментальный подход к строительству, особенно мостов. Мосты Великого Новгорода, вот это и храмы. Скажите, Александр Васильевич, вот к вашей карьере вы хотели стать клоуном. Да. Потом вы учились на режиссера. Снять вам не дали, если я правильно понял, ничего особенного. Вы стали актером. Это правильно? Правильно, да. Но после второго фильма «Похождение графа Невзора» вот я стал, значит, актерствовать. И дебют был у меня, актерский дебют в Сибириаде. Андрон Кончаловский был членом жюри в Мангейме. И там была моя курсовая еще работа, краткометражка. Он ее увидел. А Никита Михалков, его младший брат, заканчивал. А я на втором, кажется, курсе уже учился. Вот. И он говорит, Никита, там во ВГИКе какой-то Саша Панкратов учится. Он говорит, ну, Саша Панкратов, там, племянник Тиссе. Мой однофамилец, тоже Саша, тоже Панкратов, тоже на режиссуре учился. Известный, да, оператор Тиссе. Да, он был родной племянник Тиссе. А тетя его, Тиссе, была главным диспетчером учебной киностудии. Так вот, если мне требовалась какая-то техника, там, кран съемочный, там, или транспорт какой-то, Лихтваген. Вот. Она давала только Панкратову мне. А ему отказывало. Часто говорят, ничего, найдешь хорошего оператора, как твой дядя, и снимете с рук. Александр Владимирович, а вторая роль? Вторая роль в Сибириаде. И вот... Нет, первая Сибириада. Да, первая Сибириада. А уже мы из Жаза. Уже сразу мы из Жаза. Да, да. Это благодаря Карену Шахназарову, моему другу. Но мы с институтской поры дружили. Похождение графа Невзорова я снял. Произошли неприятности. Чиновники сполосовали всю картину. Цензура была строгая тогда. А потом еще зампредседателя Госкино с трибуны заявил, что Панкратов Черный из Подворотни посмотрел на Октябрьскую революцию. И я решил уходить из кино и вернуться к своей прежней профессии драматического артиста. Но вы не жалеете? Нет, я пожалел, очень поверил Борису Николаевичу Ельцину. Мало того, был его доверенным лицом, когда была выбранная компания. И я снял систему Ниппель. Вот никто не видел этого фильма, потому что фильм 8 лет пролежал на полке. А я поверил, что вот демократ пришел, все, демократия. И снял систему Ниппель. Володя Зайкин, драматург, был студент третьего курса в ГИКа. А Кончаловский меня устроил в комиссию Госкино писать рецензии, отзывы на молодых сценаристов. И я наткнулся на эту комедию, она называлась «Идиот 90». Боря Романов сыграл прекрасно. И я запустился и снял «Траги фарс» по жанру. Это мой вообще любимый жанр. И фильм на полку. А сейчас он где? Сейчас, ну, с приходом Владимира Владимировича Путина, фильм и на кинорынке продается. И много стран его купили. В этом самом Влагове был фестиваль кинокритиков Европы. И я был удостоен приза за этот фильм. И думал, ну, фильм пойдет, наконец-то. А его раз и запретили, и на полку. А сейчас вы не снимаете? Нет, и не хочу. Я на все плюнул. А, простите, Александр Ильич, роли вы сейчас выбираете? Под вас пишут? Много ли вы отвергаете ролей? Немало, немало. Вы себя рассматриваете как комедийный актер? Это меня так видят. А на самом деле вы траги-комик. Ну, вот, например, я люблю сочетать и то, и другое. Вот я говорю, траги-фарс. Потому что зимний вечер в Гаграх, вы там не комичны, вы трагичны. Да, 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 да. Драматическая роль, да. Драматическая роль. Вот, и это по законам военного времени, где я сочетаю. Кстати, приз Теффи получил за эту роль. Сейчас продолжение заканчиваем снимать по законам военного времени. Вот, и пишется еще один сезон, тоже, наверное, серии 8 будет. И все-таки вы отвергаете почему роли? Неглубокие, неинтересные, или... Вы знаете, Василий Макарович Шукшин, мой земляк, он говорил, в кинематографе чистого жанра быть не может. Есть и грусть, есть и смех. Как жизнь. И траги, как жизнь. А мы, говорят же, фиксируем жизнь. Вот, это не театр, где там условности допускаются и прочее. А вы алтайский, что ли? Я с Алтая родился, вырос в деревне... А как вы там оказались? Дедушку моего из Петербурга в 27-м году сослали. Офицер царский был. Так а как вы сумели выбраться в европейскую часть России? Вот, Володя Меньшов, когда приехал на Шукшинские чтения, в сростки, на родину Василия Макаровича, я говорю, Володька, давай ко мне в деревню съездим. От сросток это километров 500. В самой-самой глубинке Алтая. Один перелет. И Володя, когда приехали мы, мы машинами ехали. Потому что Володя был первый раз на Алтае, я ему показывал Алтай наш, ОПТ, там, прочее, прочее. И вот это самое, приехали, и брат был у меня еще жив, сводный брат, Коля, вот, механизатор был в колхозе. И изба у него сохранилась, значит, от пяти стенок. Это, ну, знают, да? Серьезная изба, да. Сени, куть, кухня и горница. Вот, мы с сестрой, значит, на палатях спали всегда, когда маленькие были. Потом она выросла, стала на палатях спать, а я, как младший, с бабушкой на печке. Вот, ну, а дедушка и мама моя в горнице, значит, у него кровать. Но это, пяти стенок был у Коли, считался больше, чем у нас. А моего дома уже не было, снесено все. Так, а вы с Меньшовым-то приехали, посмотрели? К брату приехали в гости, Зоенька, дай бог ей здоровья, брат уже похоронен. А Зоенька хозяйка была, жена Коли. Она и соленья там, все варенье, ну, естественно, самогоночка, потому что даже магазина не было в деревне. Это сынная деревня была. Дай бог памяти, домов 30, не больше. И все-таки в каком году вы оттуда уехали? Маму в 59-м году реабилитировали. И выдали, наконец-то, паспорт. Потому что паспорта-то получили. И выдавались, да. И она, чтобы мы с сестрой получили образование, переехала в Кемеровскую область. К тетке своей, которая тоже после реабилитации жила в поселке, у нас стройка. В Кемеровской области. Вот от Белова, от города 15 километров. А цирк я увидел впервые, перед тем, как уехать в Кемеровскую область. А на что ехать? Платили-то трудоднями? То есть теми же продуктами, которые вы выращивали, да. Денег нет. Она говорит, ну что, Санка, ты у нас мужик. Вот, в семье поедем продавать корову. В Камень-на-Абби. Вот, километров то ли 40, то ли 60. А сколько вам лет было? Мне 10-й год шел. Мальчишка, да. Ты у нас мужик, да. Да, а дедушка сказал, нет, я не поеду продавать корову. Все. Ну и возраст уже был большой. И мы приехали в Камень-на-Абби. Я впервые попробовал мороженое. И цирк Шапитона. Ну и мама решила мне... Продали, по ее мнению, очень удачно корову. И она меня в цирк. И я увидел, как работают клоуны. И я думаю, ну все, вырасту, пойду в цирк клоуном. Особенно меня заворожили жонглеры. Жонглировали факелами горящими. Но, Александр Ильич, вам никто тогда не говорил, что вы такой артист, которых, может, никогда не было? Да нет, я люблю... Вы не боялись вообще? Нет, нет, мечта была какая у меня. Кинопередвижку привозили. И раз или два раза, там, в месяц, в два месяца показывали кино. И вот первый, я весь мир-то узнавал по кино. Не было электричества, не было радио. Кинопередвижку заводили, дизель. Динамо, да. Дизель. И я мечтал, что вырасту, буду делать кино. Потом в сборнике устав сельского киномеханика я прочитал, что режиссеры снимают кино. Я думаю, значит, режиссером надо стать. Но в основном им приходится работать с артистами. Я думаю, значит, сначала надо артистом стать. Пусть он наоборот. Увидел клоуна, я думаю, да нет, клоуном надо. Ну и нарубил куски проволоки стальной, пока деда дома не было. Обмотал тряпками, макнул в солярку, зажег и начал учиться жонглировать. И у меня один факел под стряху крышу воткнулся. А чтоб никто не видел, я в сарае, где сено хранилось. И в общем, в сарае сгорел. Ну и дедушка, казак, очень серьезно объяснил, что такое цирк в деревне. Салон «Фокстрот мебель». Теперь в ТЦ «Русский дом». Мы стали ближе. Площадь больше. Ассортимент шире. Ждем вас в салоне «Фокстрот». Торговый центр «Русский дом». Санкт-Петербургская 39А. Въезд в правую арку по светофору. Только для пайщиков-пенсионеров. Выгода по сбережениям 12,5% годовых. В ПК «Звезда» удобно, выгодно, застрахована. 637-650, 637-650. Магазин «Домстрой» предлагает широкий ассортимент ванн, сантехники, душевых кабин, мебель для ванной комнаты. Большой выбор отделочных материалов, лакокрасочных покрытий, электроинструментов и многое-многое другое. У нас есть все, что вам нужно. Ждем вас. ТЦ «Витязь» – магазин «Домстрой». Папа! Пора делать оливье. Папа может. Папа может. Папа может. Время делать оливье. Папа может. Серебро – это врожденное благородство и символ материального благополучия. Салон «Серебро» предлагает широкий ассортимент столового серебра и достойные ювелирные украшения. Удивительное разнообразие изделий от булавки до савовара. Большой выбор чайных ложек и ювелирных коллекций. Создавайте свои семейные традиции вместе с нами. Наш адрес – Воскресенский бульвар, дом 1. Как часто наши родители не говорят правду, чтобы не беспокоить нас? Ты таблетки купила? Да. И как часто мы делаем именно то, что им действительно нужно? Карта лояльности сети «Аптек Апрель» – это максимальная экономия на лекарствах. Позаботьтесь о своих близких. Как появился стих, который использовали на открытии Храма Христа Спасителя? Господи, да. Стих у меня давно этот появился. Стих давно появился. Я в нашем соседе. У меня была бабушка, мама, дедушка – все глубоко верующие люди. Глубоко верующие. И дед все время крестился перед обедом, поужинать за стол, сесть перед сном. Он молился на портрет Сталина. Потом узнает, что Сталин умер. Он прибегает и говорит, ну дождались. И снимает портрет Сталина, а там родовая наша икона Николая Угодника за портретом спрятана. То есть якобы он молился Сталину. Интересно. Но все были глубоко верующие. Особенно дед, бабушка. И поэтому тема церкви у меня всегда. То есть ваши стихи религиозны? Много религиозного. Много написано. Много о любви. Очень грустных стихов. Вообще я грустный очень поэт. А вы сейчас можете прочесть хотя бы несколько строк? Один. Вот памяти Володи Высоцкого. Есть в человеке тишина, и сердце часто в ней стучится, как будто утром у окна проголодавшаяся птица. Но этой птице не взлететь и не парить под небом синим. Она обречена на смерть в моей России, в такой России. Но без России нет ее, небесной быстрокрылой птицы. Она отчаяния мое и сердце, что во мне стучится. А последнее мое посещение родной деревни, я очень удивился. Такой добротный дом, единственный стоит. Это председатель колхоза для себя построил. Остальные избы, молодежь разбежалась. А как деревня называется? Конева. Коней казахи через нашу деревню гнали. И оставались на ночлег. И посетил, и очень-очень загрустил. Потому что... Погибает. Погибает деревня, да. Там у меня так. Ах, деревня моя деревня, ах, березы и тополя. Избы старые меж деревьев и заброшенные поля. У дороги в сырой канаве спит с похмелья седым бомжом. Тот, кто пел о российской славе, позабывший, видать, о том. Ах, Россия моя Россия, непонятная никому. Солнцу радуйся в небе синим, не проваливайся во тьму. Вот такие вот стихи. Сейчас вот третью книгу готовлю. А мемуары? Вот вы великолепный рассказчик. А у меня книга вышла. А вышла мемуары? Книга вышла, да, моих, как говорится, воспоминаний. И, к сожалению, я очень обижен эту даму. Пришла, я до сих пор не знаю, что это за издательство. Они даже не написали какое-то издательство. А у меня времени не было между съемок, только встречался с этой журналисткой. Я говорю, голубушка, давайте диктофон, я буду наговаривать. Вот о детстве там, об институте, как пришел на Мосфильм. Много там чего я написал. Вот очень много сократили. И самое печальное, я сказал, судьба не злодейка. Назвать книгу. Они назвали судьба злодейка. Говорят, это известный афоризм, так сказать, и прочее. Я говорю, наоборот, я пишу о том, сколько мне везло в жизни встречать добрых людей. А вы вообще везучий человек, да? А? Везучий? Очень, очень везучий. И не можете вспомнить, когда вот вас судьба хлистанула так, что вы... Ну почему? Вот с фильмом хоть. Первый раз в детстве. Мы работали с шести лет в деревне. Копны возили. А потом еще подрабатывали с конюхом, посли лошадей, мальчишки. И он меня послал завернуть жеребца. Кобыла белая называлась. Вот Панкрафт черный, кобыла белая. Кличка была такая у нее. И я, слава богу, без седла просто вскочил. И за этим жеребцом. Оказывается, когда кобыла подъезжает сзади к жеребцу, если он выхолощен, он не любит этого. Он легается. И он как легнул, кобыла отвернулась, а он меня копытом. Меня полдня искали. Я улетел, черт знает куда, в какие-то кусты. Потом нашли все. Помню, я очнулся уже, когда на телеге меня в деревню возили. Мама там надо мной плачет. Я глаза открыл и не слышу ничего. Почему у меня нет слуха музыкального и прочее. Вот. И вот ноздри разорваны. Вот. Вот это был страшный удар. Александр Васильевич, еще вот, я думаю, соседям интересно. Черный, почему? Вы взяли псевдоним, чтобы отличаться от какого-то Панкратова. Вот от Саши, да. Мы с ним дружим. А черный-то почему? Не белый, не красный. Я был брюнетом, а он в ржату уходящий. И Вайсфельд, профессор, завкафедры был драматургией. У него очень много учеников, известных сценаристов. Был пленом молодых кинтографистов. И он говорит, что вот фильм Панкратова, диплом по мотивам рассказа Шухшина, на штрихе к портрету, был очень принят европейской критикой на фестивале в Европе. А я был не выездной, меня не выпускали за границу. Ездили комсомольские работники. И, значит, мало того, ректорат, призы, которые я получал, оставляли у ректора в кабинете. И вот он говорит, вот Саша Панкратов, значит, снял диплом по Шухшину на материале русского произведения. И фильм так хорошо принят. Вот, с западом. А ему из зала кричат, Илья Вениаминович, а какого вы Панкратова-то имеете в виду? Он говорит, как какого? Черного. Так и повелось. А потом меня вызвали в госкино и говорят, не надо примазываться к известным фамилиям. К Саше Черному, да. Да, к Панкратову, нет. А, к Панкратову. К Панкрату, Саше. Он поехал, дай бог памяти, в Карлову Вару на фестиваль. Его сфотографировали при выходе из поезда. А биографию и фильмы, курсовые все учебные перечислили мои. То ли это его обидело, то ли это чиновников обидело. Вот. И сказали, вот не надо примазываться и все. Александр Васильевич, есть ли роли, которые вы не сыграли? Вот у каждого у тебя актера, кладбище, как бы. Ну, я не знаю. В театре я даже Александра Ульянова сыграл. Да, Лареосика в «Днях Турбинек», вот, Жозефа в «Хищнице Бальзака». Вот, много играл. Я же не говорю там, как в детских спектаклях много. Но какие роли бы я там самохотел сыграть? Конечно, все равно до Бержерака. Да, потому что он поэт, я поэт. Без носа. Да. С носом. С носом. А как режиссер у меня была мечта поставить Ричарда Третьего с Левой Дуровым на Малой Бронной. И Эфрос говорит, говорит, Саша, вот сейчас пройдет время, и мы запустим. И вот так вот. А так, ну, Господи, что Бог послал? То есть вы в этом смысле... Сценарий интересен, если я вижу характер какой-то. Вот, и мне везет еще в том плане, что, ну, как вот Никите Михалкова, он и актер, и режиссер. И ко мне прислушивается, когда я какие-то предложения вношу. Вот, сейчас вот поругался на одном сериале, да. Потому что пошлости много стало. Вот почему со Светой его дружининой, со Светланой Сергеевной и с Анатолием Михайловичем Мукасеем, ее мужем, кинооператором прекрасным, я очень дружен. Ну, во-первых, она восхитительная женщина и столько энергии. Это с ума сойти. Она бегает по площадке. Всех так вздрючивает. И с массовкой работает. И с нами, с артистами. А оператору, мужу своему, говорит, если сейчас в браке будет, зарплату высчитаю. И брак наш закончится. Да, представляете, да. Александр Ильич, время наше, к сожалению, к великому подходит к концу. Нет, хорошо, что вот, ну, там что-нибудь сократить. Хорошо, что великий Новгород принимает исторические картины. Вот это, и Света, она организатор этого фестиваля. Она не случайно выбрала именно великий Новгород. И Вече, да, сход народный. Фестиваль, что народ приходит, как на Вече вот этот. И фестиваль вот открывали в исторических костюмах. Вышли на сцену артисты, все замечательно. Вот, поэтому я очень рад, что такой фестиваль живет в Великом Новгороде. До свидания, хоть мне давно уже не было так жалко произносить историю. Спасибо вам. Всего хорошего, до свидания. Да. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова